ремонте вот такой перфоратор с диагнозом не переходит в режим сверления без удара. режим с удара бьет в режим сверления все равно тоже бьет. хотя переключается на режим отбойного молотка не крутит только вот один режим не переходит вращение без удара для того чтобы определиться откручиваем вот эту верхнюю часть раскручиваем 4 винта снимаем и посмотрим в чем проблема суть поломки какова реально для того чтобы все переключалось здесь вот в этом переключателе внутри два пальца один из них толкает вот этот механизм и тогда полностью отключается вращение а только удар там такой большой палец и меньший палец толкает вот эту планку эта планка должна тянуть вот здесь в паз должна попадать и выводить из зацепления здесь и тогда нет боя вообще удар отсоединяется удар вот если здесь немножко потянуть вот здесь то тогда при вращении нет удар нет удар но в этой планке вот в этой планке видите я ее подвигаю она не тянет вот эту составляющую почему потому что усик который должен заходить вот в этот паз он сточился и не тянет то есть причина вот в этой планке направляющая при движении она должна тянуть вот этот эту часть значит ее под замену в принципе можно попробовать что-то сделать и и удлинить говорить обточить но вообще под замену нужно посмотреть если возможность ее купить именно такую часть но поломка найдено что уже буду делать я в дальнейшем бедрём покажу как снять эту планку значит я вот здесь снял стопорное кольцо стопорное кольцо и пружинку снял но она тонко все равно не выходит снимаю этот подшипник затем здесь на конце стопорное кольцо есть вот Смотрите продолжение в следующей части. Снимаю стопорное кольцо и пружинку. Вместе с этим механизмом снимается и эта планка. Вот так выглядит эта планка. Получается, что вот здесь сточилась часть. Нужна на 3 миллиметра она должна быть длиннее. И из-за этого теперь она не двигает вот эту деталь. Под замену и перфоратор будет работать во всех режимах. Продолжаем сборку. Я получил вот такую планку вместо сточенной. Значит сточенная вот эта часть. Обратите внимание. от Makita 2450. Думал, что может быть она не подойдет. Но подходит отлично. Как тут и было. Вставляем. Идем в зацепление. Вот она сюда ставится. Теперь в обратной последовательности полностью собираем весь механизм. Здесь пружина, шайба, подшипник. Здесь пружина, стопорное кольцо. И для того, чтобы поставить на место крышку зацепления, она так не становится, мешают зубцы. Что необходимо сделать? Необходимо вот этот рычаг с точки на сверло повернуть еще немножко. Тут уже фиксатор дальше не дает зафиксированную. Еще немножко повернуть. Здесь есть еще немножко первого паза. Второй паз дальше. А первый паз нужно немножко довернуть. Что необходимо сделать? Немножко приподнимаем. Там есть второй паз. Может быть видно. Есть коричневый, есть дальше черный упор. Приподнимаем и немножко дальше доверачиваем. И в таком положении его можно легко вытащить. Вот в таком положении. Теперь он легко может встать на свое место до самого конца. И потом вставляем сюда переключатель. Сначала смазываем. Смазываю я смазкой шрус. Вы можете какой-то другой, более вам подходящая смазка. Я обычный шрус. Она нормально себя чувствует в разных температурах. С хорошими присадками. Смазываю и собираю в обратной последовательности. Обратите внимание. Уже теперь при сборке я надел кожух. Для того чтобы поставить именно переключатель. Вот есть эта кнопка. Вы направляете на нее. В этом положении просто предварительно вставляете. Затем натягиваете в самый конец. И уже в этом самом конце. Туда в середину нужно доставить. Вот она в середину доставилась. И теперь зашла в зацепление. Все. Теперь она туда-сюда ходит. И переключает. И правильно переключает. Вставляем. Потом натягиваем до самого конца. Утапливаем. И потом сворачиваем на место уже в паз. Ну и таким образом. Сейчас осталось поставить пружины и хвостовик сюда. И будем пробовать запускать. Теперь уже можно скрутить. Мастер Данила. Можно увидеть. Он работает без удара. Сейчас работает с ударом. Сейчас удар без вращения. Все работает. Итак. Планка переключения. Которую мы поменяли. Обратите внимание. Мастер Данила. Но это точная копия Makita 2450. От которой подходят запчасти. Обратите внимание. Потому что если будете заказывать именно на Мастер Данила. Но нету запчастей. Во всяком случае я не смог найти. А на Makita 2450 любая запчасть заказывается. Причем есть оригинал. Не так дорого. Потому что Makita 2450 очень распространенная модель. Сейчас осталось только надеть сюда стопорные кольца. Собираю фиксатор сверла. И отдаю уже собранное изделие хозяину. Может быть кто-то забыл как собирать. Последовательность простая. Сначала пружина. Потом специальная шайба. Вот такая не совсем круглая. Внутри она идет вот сюда на вырез. Здесь на валу. Потом идет шарик. Потом идет обыкновенная шайба. Шайба зафиксировалась шариком. Одевается вот этот кожух. И для закрепления кожуха туда в середину вставляется стопорное кольцо. А это просто натягивается сверху таким способом. Туда теперь нужно поставить стопорное кольцо. Уже не буду показывать. Конец видео. Продолжение следует.